Девушки отдыхают Итак, у нас в гостях сегодня команда, команда Спарта, причем интересно, что это команда не Спарта, которая у нас уже несколько лет участвует в второй лиге ХФЛ, в третьей лиге ХФЛ, которая участвует, а команда Новая Старая, да? Скажи пару слов, вот Спарта, что это за команда, открою секрет, потому что вы сразу же попали в первую лигу на большие поля, и ведь не случайно как-то, потому что у вас есть опыт в участии в ХФЛ. Не случайно, опыт есть. Мы впервые появились, если я не ошибаюсь, в 2008 или 2009 году, нужно поднять архивные сводки. Играли в пятой лиге, выиграли ее в первом же сезоне, поднялись в четвертую, но, к сожалению, в связи с различными обстоятельствами у игроков команды... Как быстрее уже начали свои интересы в жизни? Нет, не то, чтобы футбол всегда был в приоритете, никто никогда не забывал, но не было возможности достаточно времени уделять игре на том этапе, и, к сожалению, расформировалась команда. Вот накануне этого сезона снова появился энтузиазм, появился боль в глазах, собрались ребята и решили, что мы хотим пробовать, мы хотим что-то создавать новое, интересное. Вот так вот появилась новая старая спарта. Сколько человек от бывшего состава сейчас мы можем увидеть нынешний? С большим составом, да. На данный момент у нас выступает, по-моему, четыре человека. Четыре человека, да? Это вратарь и еще трое полевых. Четыре с половинкой, можно сказать. Я по моему вопросу, что вообще обозначает спарта? Слово, что вы говорите вот нашему ребятам. Ну, слово спарта, я думаю, у всех нас ассоциируется с чем-то таким древним, древнегреческим, вот, и с чем-то таким сильным, то, что устрашает наших соперников и заставляет их коленки дрожать перед нами. Ну, ваша команда ассоциируется или с таким названием, как ты считаешь? Ну, я думаю, еще пару игр и... То есть, необходимо просто так, чтобы спарта собрал, сдал свои сильные слова, немножко опыт. Тебе на это название нравится? Да, конечно, спарта всегда была... А как у вас происходил вот отбор, как будет называться команда? Мы подняли этот вопрос на собрании команды перед сезоном. У нас было определенное количество времени, чтобы выиграть. Но сошлись практически где-то властно о том, что оставим старое название. Во-первых, был и положительный опыт выступления. То есть, команда в первом же сезоне выиграла лигу. Уже в первом клинике. А кишут были варианты? Вот у вас, если честно, были на бренки? Даже и не поднимались. То есть, мы какое-то время пытались что-то придумать, найти, может быть, что-то более оригинальное. Но либо названия уже были разобраны другими командами. В общем, практически ничего нового, такого кардинально меняющего, может быть, названия, ассоциативный ряд не было предложено. Поэтому остановились на Спарте. Собственно говоря, изначально это был главный вариант. Хорошо, спасибо большое. Я тебе задний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот как бы ты мог характеризовать команду Спарта тремя словами? Собранная, ответственная, целеустремленная. Во чем проявляется, например, собранная? То есть, вот, допустим, сегодня я бы хотел видеть вашу собранность. Собранность заключается не в сегодняшнем дне, а в времени, которое прошло, когда мы еще были маленькими, и до сих пор эти люди вместе держатся друг за друга, и на футбольном поле, и за ним. Хорошо, спасибо большое. Кто вас будет заниматься заменами? Я и как-то нашел. Кто вас тренером будет? Дрюха, он как в первоначале собрал всех. Думаю, ему решать эти главные вопросы. Конечно, я надеюсь, он будет прислушиваться к мнению остальным, но если слушать каждого мнения. Более того, не разбери, команда должен быть лидер. И такое мне нравится Андрей Пинал. Даже, пожалуйста, сложно вообще с людьми тебе подкачать, что есть у вас как команды или индивидуальные личности? То есть, где-то не в коне, будет все-таки кого-то ставить на свое место в команде, объяснять, что, извините, ты должен работать на команду. Как ты считаешь? Вот если откровенно так. Я думаю, что особых сложностей именно с индивидуальностями в коллективе возникнуть не должно. Потому что мы все дружим очень давно. Кто-то друг друга знает буквально несколько месяцев через общих друзей. Но мы практически все одноводки. У нас общие интересы и общая цель. И поэтому, по крайней мере, за то время, за которое мы уже работаем вместе и играем, я не увидел никаких, скажем так, негативных верений в коллективе. Но трудно принимать решения, скажем так, будучи одновременно и игроком, и в какой-то мере тренером. Действительно, было бы неплохо, если бы был трезвый взгляд со стороны. Но, по крайней мере, пока что пытаемся каким-то образом наладить весь игровой процесс. Ты будешь тренировать капитана в одном лице? Пока что, скорее всего, да. Есть еще один из организаторов, который, собственно говоря, изначально поднял идею собрания команды непосредственно перед этим сезоном. Это Ярослав Сенгуров. Его, к сожалению, сегодня нет рабочих вопросов, помешали ему явиться. Мы с ним, прежде всего, будем заниматься организационными вопросами, ну и, скорее всего, определением состава на игру. Но, опять же таки, будут учитываться различные факторы, такие как, ну скажем так, преданность команде, то есть количество, скажем так, появлений и непосредственно отношения к игре. Вот, то есть у вас целая, как бы, разработанная система, да? Ну, не может человек, даже будучи на несколько голов выше по своему индивидуальному уровню мастерства, попадать в состав, если он приезжает на вас полгода. Ну, это понятно. Спасибо вам большое, какое-то такое четкое объяснение. Андрей, тебе вопрос. Как бы ты мог, вот мы уже называем, тремя словами, а как бы одни предложения ты мог реализовать в команду Спарта? Спарта это? Это команда друзей. Это команда друзей, которые дружат как за пределами, как за пределами футбольного поля, так и достигают побед, собственно, на нем. Скажите, пожалуйста, у вас, как и во всей Украине, кум-брат-сват может пройти в команду? Или, в принципе, открыта для всех команда? Я думаю, команда открыта для всех, кто хочет достигать результата и получить удовольствие от игры. Какой девиз у вашей команды? Вы думали над ним или нет? Ну, конкретно, как-то каковым девизом не думали. Может банально, один за всех и все за одного или нет? Ну, это как бы само собой разумеющееся. Ты на какой позиции играешь? Я играю классической девяткой спереди нападающей. Мой кумир Филипп Пойнзаги всегда любил этого игрока, восхищался его талантом. Скажите, пожалуйста, ты сколько планируешь? Первый круг это 15 игр. За 15 игр сколько ты планируешь забить? Вот можешь помещать на камеру? Все, ребята, мы здесь снимаем Спарта. Вы увидите в моем исполнении за 15 игр. Вы увидите в моем исполнении за 15 игр 10 голов и 20 офсайдов. По сути, его запомнят, что ты играешь в Бортале сегодня? Нет, в отсутствии. Хорошо, в целом, есть ли какой-то для вас принципиальный соперник в первой рейке Хэффе этого сезона? Я думаю, что принципиальным не по накалу страстей, а просто, скажем так, по взаимоотношению между командами должна стать команда ФК Киев. Это один из лидеров в лиге. Я думаю, команда, скажем так, переросла уже в какой-то момент даже в уровень первой лиги. Может быть, даже на уровне высшей будет, скажем так. Одним из лидеров? Да. То есть, глаголи под все к этому вопросу. Тут началось такие... Вот, с чего все начиналось. Расскажи, вас уже Киеву просто как бы, ну, как два брата, да, вы написали, да? Спорт Киеву, как брат сестра, да? Открой же секрет, связаны ли мы с командой ФК Киев или нет? Только косвенно. Дело в том, что, я так понимаю, команда Киев в крестьянской лиге играет... С прошлого года. С прошлого года, да. Но вот тогда мы, наверное, постарше, чем Киев по опыту выступления крестьянки. И изначально игроки, которые играли за нас, сейчас выступают ФК Киев. Это два человека. Вот, собственно говоря, это нас и связывало. И лично я, ну, как бы практически всех игроков ФК Киев знаю, это тоже мои хорошие друзья и знакомые. Не раз с ними играл. И даже был такой вариант, что играл бы за них в этом сезоне, если бы не Спарта. Не появилась такая возможность, да? То есть, в принципе, ФК Киева соберет только два человека и еще дружба с остальными. Да, два человека были раньше в составе Спарта. Ну, по секрету, скажи, ты будешь следить за результатами этой команды больше, чем за остальными всеми людьми, как Киев? Я буду следить за результатами той команды, с которой нам предстоит играть в еду. Понятно. Скажите, пожалуйста, 15 игр, как я уже сказал. Сколько очков планирует набрать ваша команда? Я думаю, что... Ну, какая задача минимум стоит перед вами? Задача минимум перед командой стоит сохранение прописки. Мы собрались впервые. Многие из нас раньше не играли на большом поле. И мы понимаем все те проблемы, которые стоят при переходе из, скажем так, дворового мини-футбола на большое поле, на официальные игры. Поэтому каких-то заоблачных целей пока что не ставим. Хорошо, спасибо большое. Теперь каждый вопрос из вас. Если было бы возможно, кого вы пригласили из игроков мирового уровня в команду «Спарта»? Ну, так как я, Владимир Ильич, тоже футболист, клуб «Ливерпуль», думаю, пригласил бы Стивена Жерлода, потому что это, можно сказать, все говорят сердце Ливерпуля. То есть человек, который добился, можно сказать, единственный, по-моему, игрок, который забывал во всех финалах, то есть в соревнованиях, команд, он имеет колоссальный авторитет в самом клубе перед игроками. То есть, сколько я не считал интервью, игроки, которые приходят в клуб, сразу говорят, что это настоящий лидер, он помогает адаптироваться тем, кто приходит уже в этом сыне, который пришел и Каутиньо, и тот же молодой Арахим Стерлин, который в свои 17 лет уже отыграл в начале… То есть Жерлод не затерялся, да? Ну, я думаю, такой игрок, который может сыграть и слева, и справа, и опорным полузащитником, и справа. Хорошо, спасибо за счет. Мы уже ему выставили приглашение, так что ждите, переходим дальше. Ну, я всегда являлся поклонником двух типов игроков. Первый тип – это игроки, которые всю свою жизнь посвятили одной команде, и, несмотря на огромное, многомиллионное, миллиардное предложение со стороны арабских шейков, никогда там никуда не переходили, играли за свой родной клуб. Таковыми, по моему мнению, являются такие игроки, как Пау Мальдини, великий защитник, это такие игроки, как Александра Дельпера. Да, вот сейчас в Австралии играют, а не по-своему, я бы сказал. Это первый тип игроков. Второй тип игроков – это форварды, которые нацелены… на результат, собственно, на забитие головки. Конкретно? Конкретно Филиппо Инзаги, конкретно Давид Трозаге, вот такого плана футболисты. Потому я считаю, что по одному, по два человека из каждой категории, игроков, которые им не нравятся, точно бы не помешали нашей команде. Хорошо, Кассия, вы что? Я бы с удовольствием пригласил, если именно футбольный, вы хотите пообщаться с Зинодиным Цветаном. Уважаю человека как личность, человеческие качества этого человека. Ну, я думаю, он в своем матерате бы у нас нашел тут первый дик. Хорошо, Кассия. Ну, я думаю, как бы нам нужен игрок с мировой славой, всегда заслуженный, даже на подобии, как сборной Украины. Был Шевченко, который молодые игроки, еще в юном возрасте, смотря на этого человека, восхищались ним. И попав в команду к нему, ты слушаешь свои слова. Как Шевченко, да? Ну, это один из вариантов. Тот же Зиндан был в Франции. Хорошо, у больших игрок в Украине, в каждой стране есть игрок, но действительно это тоже дороже. Хорошо, спасибо большое, Кассия. Пожалуй, Беккенбауэр, чтобы организовать защиту и место. Хорошо, спасибо, Кассия, что ты на правах организации команды. В первую очередь, пожелать своей команде, команде Спарта, через полгода скажи, уважаемая команда Спарта, Этим летом я желаю, чтобы не угасал огонь в глазах, чтобы мы росли, увеличивали, скажем так, уровень своего мастерства и не теряли энтузиазм, стремились достигать поставленных задач, поставленных целей. Спасибо большое. Ну и в целом, возможно, тоже пожелаю участникам ХФЛ? Всем участникам ХФЛ могу пожелать игр без травм, хорошего настроения, положительных эмоций и гармонии. Гармонии в душе, гармонии во взаимоотношениях друг с другом. Спасибо большое. Уважение. Пусть в области ваша команда и вам побольше побед. Спасибо.